Личность Кенесары Хана является легендарной. Дискуссии о его роли в истории ведутся до сих пор, при этом о нем известно не только в Казахстане, но и за его пределами. В том числе отголоски национально-освободительной войны казахов под руководством Кенесары в 19 веке достигли и Европы. Знаменитый французский писатель Жюль Верн использовал образ Кенесары Хана при написании своего романа «Курьер царя», имеющего также второе название Михаил Строгов. Кенесары предстает в этом романе в образе главного героя под именем Феофар Хана. Эта книга была неизвестна в царское и советское время, так как она была запрещена при царизме и в период Советского Союза. То, что Кенесары стал прообразом главного героя Жюль Верна, основано на следующей доказательной базе. Национально-освободительная война под руководством Кенесары Хана стала широко известна за пределами казахских степей, и сведения о ней просочились в Европу. Роман «Курьер царя» как раз и стал очередным откликом Жюль Верна на события, происходившие в мире, где главной темой была борьба за национальную независимость. Роман получил высокую оценку французских критиков. В России же эта книга при содействии Тургенева была переведена на русский язык под названием «Михаил Строгов», но в 1900 году, после выхода в свет, этот роман был запрещен. Во второй половине XIX века, когда жил и созидал Жюль Верн, в мире начались крупнейшие антиколониальные движения. В Центральной Азии возникла мощная по своему размаху и силе антиколониальная национально-освободительная борьба под предводительством Кенесары, внука Хана Аблая. Эта борьба затянулась на десятилетия. После гибели Кенесары в 1847 году антиколониальное движение, спустя некоторое время, продолжил его легендарный сын Саздык Султан. Его борьба против Российской империи длилась более 40 лет. Также он сражался с китайскими войсками. Под его знаменами воевали казахи, туркмены, кыргызы, узбеки, афганцы и другие народы. По поводу этих событий Жюль Верн писал, «События, происходящие в Азиатской России, были такого свойства, что внушали серьезную тревогу царю. Он опасался, что среди кочевого населения Туркестанского края вспыхнуло восстание, грозившее охватить всю Сибирь, эту огромную область». Жюль Верн был хорошо информирован и располагал подробными сведениями о казахах. Он писал, что большая часть казахов, которых в то время по ошибке называли киргизами, уже примкнула к восставшим. По данным Жюль Верна, казахов было в то время свыше двух миллионов человек, и они делились на три орды – Большую, Среднюю и Малую. По оценкам французского писателя, самая многочисленная и богатая была Средняя Орда, кочевавшая между Иртышом и Аксакальским озером. Также он писал, что Большая Орда имела пребывание к западу вплоть до Омской и Тобольской губернии. Таким образом, заключает писатель, если бы киргизское, то есть казахское население восстало, оно завладело бы всей местностью, лежащей к западу от реки Енисей. Таким образом, он передал опасения царских властей, которые боялись, что освободительная борьба казахов охватит территории других российских земель, в особенности Сибирь, и тогда народы, находившиеся под колониальным гнетом, могли бы разрушить Российскую империю. И, как писал Жюль Верн, это восстание охватило самую большую подчиненную территорию империи – казахские земли. В своем романе он отмечал, что во главе восстания стал эмир Феофар Хан, и восставший преградили главный сибирский путь. У писателей, исследователей и критиков возникал вопрос, откуда Жюль Верн черпал подробную информацию о кинесары Ханни и казахах. Дело в том, что Жюль Верн находился в близких отношениях с российским писателем тюркского происхождения Иваном Тургеневым, а тот, в свою очередь, познакомил знаменитого француза с Исмаилом Гаспринским, крупнейшим деятелем крымско-татарского народа и одним из первых основоположников пантюркизма. Исмаил Гаспринский был идейным вдохновителем тюркских народов Российской империи, и он заинтересовал Жюль Верна рассказами о волнениях в Казахстане и в Центральной Азии. Он рассказал ему о легендарном кинесары и его сыне Сыздыке и о том, что под его знаменем сражались не только казахи, но и представители других тюркских народов. Гаспринский обладал энциклопедическими знаниями по истории и культуре тюркских народов. Помимо этого, Жюль Верн, приступая к работе над романом, ознакомился с книгой английского путешественника Томаса Аткинсона «Средняя Азия и Сибирь», а также с произведениями супруги Байрона Клэр Клэрмонт «Владимир и Сара» и книгой Владимира Даля «Бикей и Мауляна», изданные в Париже и описывающие жизнь казахского народа. Также Жюль Верн ознакомился с фрагментами из отчерка Александра Дюма «Из Парижа в Астрахань». Кроме того, Жюль Верн мог дополнить сведения о Кенесары, прочитав восьмую и девятую книгу военного вестника Европы от 1870 года, а также историко-документальные работы русского военного историка Николая Середы под названием «Бунт киргизского султана Кенесары Касымова». А за 15 лет до появления романа «Курьер царя» в Париже вышла в свет книга Адольфа Янушкевича «Письма и дневники из путешествия по киргизским степям». Янушкевич был участником Варшавского восстания 1830 года. Он, как и многие тысячи польских повстанцев, был сослан в Казахстан и Сибирь. По иронии судьбы, этот польский патриот становится участником военной экспедиции против Кенесары, возглавляемого российским генералом Вишневским. Но, несмотря на превратности судьбы, Адольф Янушкевич с огромной симпатией пишет о казахах, подробно останавливается на обычаях, культуре и истории народа. Касаясь образа Кенесары, он сравнивает его с лидером алжирского восстания Абдель-Кадаром и сочувствует его борьбе. У исследователей есть основания предполагать, что дневниковые записи Янушкевича послужили одним из источников для создания романа Жюльверна «Курьер царя». В свою очередь, соратники Янушкевича посылки, польский поэт Густав Зелинский и художник Бронислав Залезский издали свои произведения и картины на казахскую тематику. Как мы видим, в Западной Европе было много источников о казахах и событиях, происходивших в казахских землях. Европейские интеллектуалы активно интересовались, что происходит в глубинах Азии и как эти события влияют на российскую и европейскую. Благодаря книге Жюльверна, образ Кенесары стал известен в Европе во второй половине XIX века и европейцы смогли узнать о национально-освободительной войне казахов против российского колониализма.